Здравствуйте! В эфире выпуск программы День за днём. С вами Виталий Волков. Основные темы выпуска. В Десногорске прошёл интеллектуальный забег «Бегущая книга». Это динамичное событие, которое помогает нам понять, читаем ли мы книги, любим ли мы книги, что значит книга в жизни каждого человека. Помнить, чтобы предотвратить. В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Я благодарен сотрудникам ФСБ, что они вовремя меня предотвратили, и я не сделал таких тяжких последствий. Бывает ли забег интеллектуальным? Библиотекарь Десногорска доказали, что он не только бывает, но и даже вошёл в привычку. Акция «Бегущая книга Росатома» уже покорила все атомные города и теперь носит статус всероссийской. За осенним книжным забегом наблюдала наша съёмочная группа. В этом году акция приурочена ко Дню знаний и 75-летию отечественной атомной промышленности. Она призвана вернуть читателя библиотеки, показать, как изменились они за последние годы. Местом проведения «Бегущей книги» стали улицы и площади Десногорска. Мы проводим свой забег по трем маршрутам. На него отправились библиотекари и волонтёры. Те, кто смог выйти на маршруты, те, кто прошёл инструктаж по технике безопасности, разумеется, и те, кто готов нести знания, силу духа, силу атомной энергии и просто хорошее настроение десногорцам в город. Общая протяжённость забега – 15 километров. Участниками акции стали 530 жителей города. Прохожим задавали вопросы по литературе и истории атомной отрасли. Это динамичное событие, которое помогает нам понять, читаем ли мы книги, любим ли мы книги, что значит книга в жизни каждого человека. Интеллектуальный забег проходил в преддверии Дня города, поэтому десногорцы также проверили свои знания по краеведению. За правильный ответ респонденты получили в награду книги, а остальные – пригласительные флайеры в библиотеку. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата символизирует единение государства и общества в борьбе с этим страшным явлением. О судьбе тех, кто избрал для себя путь террора и насилия, мы расскажем в нашем специальном репортаже из исправительной колонии строгого режима города Рославля. Исправительная колония номер 6 города Рославль – одно из 700 подобных учреждений по всей России. Здесь отбывают наказание заключенные, осужденные за особо тяжкие преступления, к которым относится и экстремизм. Проблема религиозного экстремизма все еще остается актуальной. Под прицелом вербовщиков молодые люди, многие из которых еще не успели найти свое место в жизни. Их нескушенное сознание охотно впитывает новые идеи, некоторые из которых ведут на тот свет. Или сюда, если повезет. Срок в этой колонии теперь видит своей лучшей долей заключенный по имени Максим. Судом он приговорен к лишению свободы за подготовку к террористическому акту. Я благодарен сотрудникам ФСБ, что они вовремя меня предотвратили. И я не сделал таких тяжких последствий для своего населения, государства. Не повредил никому из людей. В данный момент я навредил только самому себе. На трезвую оценку своего поступка и его последствий молодому человеку понадобилось два года. Столько он находится в местах лишения свободы из отведенных ему судом девяти лет заключения. А тогда, в свои 23 года, он и не подозревал, к чему приведет обычная переписка в социальной сети. В тот момент Максим не понял, что процесс вербовки уже начался. Скоро молодой человек из благополучной семьи, подающий надежды в спорте и имеющий планы на будущее, будет готов подорвать себя в отделе полиции. И только работа правоохранительных органов помогла избежать трагедии. Религии нас не учат ни одна, ни христианство, ни ислам, не убивать, не стрелять, не воевать. Ни в одном Библии, ни в одном Коране не написано, что идите, люди, воюйте, идите, люди, убивайте своих братьев там по вере или там других. Это все радикалы. Это радикальное течение ислама. Ты как пушечное мясо для них становишься. Тебя отправляют куда-то и задают тебе задачи, которые сами не хотят выполнять, а ищут молодых ребят, которые более легче завербовать там или как-то там задеть живые там ценности твои жизненные. Основной инструмент вербовки сегодня – социальные сети. Вербовщик не спешит, не работает в лоб. Это тонкий индивидуальный подход, направленный на систему ценностей новой жертвы. Слабохарактерные люди, у которых нету своих мнений, которые в большей степени подвержены каким-то эмоциональным влиянием на них. Допустим, там жалость, либо еще что-нибудь. Такие люди в первую очередь подпадают. По большей части у них, как сказать это правильно, отрывками им в голову что-то внесено, вдолблено. И они неправильно понимают этот смысл. Радикально настроенные вербовщики призывают к тому, что пора менять свою жизнь. Жертва начинает думать, что где-то там, в другом обществе, в другой правильной религии, будет лучше и незаметно пересекает грань, за которой начинается экстремизм. Так случилось с Андреем. Новые убеждения встретили его в непростой период жизни, во время отбывания наказания за другое преступление. Я находился в СУСе, и подавляющая масса была из мусульман. То есть они молились, совершали намаз, держали пост, читали все время литературу. И вот мне стало интересно. Стал молиться, совершал намазы, держал пост. Стал еще больше углубляться в эту тематику, просматривать ролики профессоров, ученых. В результате всего этого возникло что-то вроде сочувствия к тем, кто у нас объявлен террористической группировкой, там, Джабхат Анусора, ИГИЛ, ну и остальные организации, которые этим занимаются. Приговором суда Андрей осужден на два с половиной года за призыв к терроризму. Но благодаря этому сроку у него появилось время осознать ложность новой для себя идеологии. Это же психология. То есть как человека привести к совершению теракта, к пропаганде. То есть тогда я этого, может быть, не понимал, сейчас я это понимаю. Показывать правильные ролики, стимулировать, то есть именно в ту систему, в ту систему, в которую человека нужно направить. То есть если это терроризм, то как-то аккуратными видеороликами, литературой, разговорами, какими-то темами. То есть человека потихоньку приводить к тому, что террористы, это нормально, это джихад, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сроки по подобным статьям – экзотика для этой исправительной колонии. На данный момент здесь всего два таких осужденных. С данными осужденными проводится, значит, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на недопущение данных осужденных, вовлечение осужденных в каким-то экстремистским действием, действием террористического характера. Если осужденные никак себя не проявляют и выполняют все требования, предусмотренные действующим законодательством, они находятся, в принципе, на общих основаниях в данном учреждении. Обычно в ИК-6 города Рославля отбывают наказание за более прозаичные преступления – убийства, изнасилования, грабежи. Но, без сомнения, независимо от статьи, любой заключенный хотел бы повернуть время вспять, чтобы никогда не переступать закон. Я хочу освободиться, я хочу домой. Мне есть куда стремиться, у меня есть родственники, которые меня ждут, и как бы я все стараюсь это забыть. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ А теперь коротко о погоде. 4 сентября в Десногорске будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 13. Сразу после нашей программы смотрите полную версию нашего специального репортажа из исправительной колонии строгого режима города Рославля. А с вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова